ребят всем привет на канале сварочная работа вот сегодня хочу вам немножко пояснить по диагонали вот многие сварщики варят рамки всякие заборы не знают как вымереть диагональ возможно они просто забыли школьную программу поэтому я хочу напомнить вот смотрите в данной ситуации вот у нас забор да вот такой здесь размеры указаны размеры указаны у нас только вертикаль горизонталь а диагональ ведь не указано чертеже что нужно вот у нас полоски на столе лежали саня не шумеет заколебал да я вижу записываю что получается такая система что диагональ обязательно нужна для сварки рамок или каких-то заборов вот у нас пластинки лежат да а для того чтобы их выставить ровно нам диагональ то бишь от этого угла пластины до дальней пластины там на столе и для этого что мы делаем значит вот так вот берем так нарисую допустим нас вот такая рамка да вот рамка у нас такая неважно что это там из уголка или трубы или это забор с пластинами там допустим это пластинки вот идут у нас есть у нас есть допустим длина длина допустим будет метр вот метр ну это в миллиметрах и есть ширина ну допустим пускай будет 500 вот что нам нужно нам надо узнать диагонали для этого мы делаем как мы берем на калькуляторе и считаем можно и умеет и в уме или на листочке ну допустим вот мы берем ширину 500 миллиметров умножаем на 500 миллиметров берем длину допустим 1000 умножаем на длину тысячи так что у нас получается вот смотрим допустим да мы умножили 500 на 500 у нас получилось вот у нас получается двести пятьдесят тысяч так здесь у нас получается миллион это все миллиметрах если вот указывать вот миллион так потом мы берем и плюсуем вот плюсуем 250 тысяч плюс миллион вот у нас получилось большое число такое в общем получается миллион двести пятьдесят тысяч я так и теперь что мы делаем просто это все возводим корень вот этого число на калькуляторе 1 2 3 4 есть вот такой значок корень наверно все сталкивались вот возводим в корень то бишь ставим значок и потом указываем сумму на моем калькулятор и так работает миллион двести пятьдесят допустим тысяч вот и все у нас получается диагональ в нашем случае диагональ у нас будет 1118 вот 1118 все легко и просто в общем так я вам напомнил мало ли кто забыл программы теорема пифагора ну ладно